Добро пожаловать на вторую лекцию. В данной лекции мы обсудим то, как работают программы и научимся пользоваться указателями. Для того, чтобы разобраться в том, как работают программы, надо поговорить об архитектуре современных компьютеров. Современные компьютеры строятся по принципам архитектуры фон Неймана. Эти принципы были сформулированы в первой половине XX века и являются основополагающими для разработки современных компьютеров. Первый принцип — это принцип однородности памяти. Он говорит о том, что в памяти одновременно хранятся как данные программы, так и команды, то есть код программы. Конкурирующая архитектура, которая была также разработана в первой половине XX века, называлась гарвардской архитектурой. И как раз по первому принципу они различались. В гарвардской архитектуре предлагалось хранить отдельно данные программы и отдельно код программы. Но так как архитектура фон Неймана победила, то сейчас мы живем в мире, в котором данные хранятся вместе с кодом программы. Второй принцип — это принцип адресности. Он говорит о том, что память программы можно представлять как последовательность ячеек, пронумерованной целыми числами. И каждую ячейку можно прочитать из памяти или записать в память, просто обратившись к ней по ее номерам. Третий принцип — это принцип программного управления. Он означает, что выполнение программы управляется посредством последовательности команд. И эти команды выполняются одна за другой до тех пор, пока не выполнится какая-то специальная команда вроде условного перехода или безусловного перехода или вызова функции. Последний принцип — это принцип двоичного кодирования. Для нас он является само собой разумеющимся, но в XX веке, в принципе, рассматривались и другие варианты. Принцип двоичного кодирования говорит о том, что все данные в программе представляются в виде двоичных данных. В середине XX века также рассматривались другие варианты, например, троичные компьютеры. Важно отметить, что принцип однородности памяти позволяет написать программу, которая будет модифицировать свой код. В современном программировании это делать не принято, но существуют некоторые алгоритмы, которые принято реализовывать в таком виде. Например, реализация алгоритма Брезенхема на ассемблере как раз использует трюк с модификацией собственного кода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова